Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за событиями и, конечно, пытаетесь под разными углами их проанализировать. Игорь Яковенко на связи прямо сейчас. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Блумберг пишет, ну, скажем так, вторя до этого, дня три назад, материалу «Лемонт» более расширено о плане победы Зеленского. В общем, он повезет, как бы, предложение, что нужно четкие обещания, что Украина будет в НАТО и в Европейском Союзе, также оружие. И, мол, это поставит Путина в то положение, когда ему нужно будет искать выход из войны. Вместе, конечно, с дальнобойными ракетами и вот эти вот 4 плюс 1 обрастают какими-то новыми подробностями. Причем от самого Зеленского мы слышим, что на «Все про все» есть три месяца, ну, как бы до декабря. Как вы думаете, удастся ли подобное провернуть? Что скажете по поводу этих предположений разных изданий, достаточно уважаемых, и к чему готовиться? Действительно ли за три месяца можно поставить Путина в такое положение? Я думаю, что речь идет, скорее, почему три месяца, потому что эти три месяца, это последние, то есть он же прежде всего везет этот план Байдену. Да, безусловно, там помимо Байдена он будет встречаться и с Харрис, и с Трампом, что уже анонсировано, но основной пока переговорщик Байден. Байден сейчас президент Соединенных Штатов Америки, и от Байдена зависят какие-то решения. И поэтому эти три месяца, это, собственно говоря, последний срок пребывания Байдена у власти. Об этом речь. Я думаю, что вот этот тайминг, он связан только с этим. Потому что трудно себе представить, что кто-то сегодня предполагает, что за три месяца можно закончить войну и склонить Путина к чему-то такому, что заставит его прекратить войну. Что касается самого плана, то поскольку его никто не видел, ну, за исключением Зеленского и его аппарата, то можно только предполагать, ну, скорее всего, там действительно будут вот эти вот пункты, связанные с поставками оружия. Ну, собственно говоря, здесь трудно что-то еще придумать, понимаете? То есть, вряд ли здесь что-то совершенно неожиданное. Безусловно, это поставки оружия, безусловно, это разрешение бить вглубь российской территории, безусловно, это укрепление экономики, безусловно, это дальнейшие санкции, изоляция России. Ну, короче говоря, ну, это тот набор, который был всегда и вряд ли здесь существует. Вряд ли можно придумать какой-то вот прорыв, который будет чем-то совершенно неожиданным. Ну, вот все в комплексе, да, это действительно тот самый план победы, который, по идее, должен был Байден сформулировать в ответ на требования Конгресса Соединенных Штатов Америки, когда ему, когда по его требованию выделялось 61 миллиард долларов Украине. Ну, поскольку Байден это не сформулировал, то, ну, так как он видит, сформулировал Зеленский или, так сказать, его офис, там, я не знаю, кто его писал. Но, в любом случае, это, в общем, ну, такая, я не вижу ничего неожиданного. А что касается срока, то это, ну, совершенно четко, это срок пребывания Байдена на посту президента. Игорь Александрович, ну, здесь, если так вчитываться и попробовать понять происходящее между срок, о чем пишет Воломберг, Тут вот есть такая ремарка, что, собственно, вот Зеленский считает, что без выполнения Западом вот этих условий прекращение огня невозможно, потому что позволит России, там, снова атаковать, перевооружиться, и, собственно, вот эта пауза на руку России. Просто напрашивается вывод. Вот складывается впечатление, что перед выборами, в выборный период и в период транзита от одного президента Байдена к другому президенту, Харрис или Трампу, в этот период времени Запад четко дает понять, нужно прекращение огня. А Зеленский, получается, ну, везет условия этого прекращения огня. То есть мы можем сделать вывод, что Запад как бы сворачивает активные боевые действия в Украине. Что думаете? Ну, во-первых, Запад не может сворачивать активные боевые действия в Украине, потому что активные боевые действия в Украине ведет не Запад, а Украина. Это во-первых. Но западным оружием? Ну, в том числе западным оружием. Хотя мы видим, что и своим собственным оружием Украина очень много чего может сделать. Именно своим собственным оружием Украина уничтожила Черноморский флот. Своим собственным оружием Украина только что уничтожила по разным оценкам, по одним оценкам 30 тысяч тонн боеприпасов, по другим оценкам 70 тысяч тонн боеприпасов. И в общем такими темпами, если это будет продолжаться, Украина просто лишит Путина боеприпасов и война на этом закончится. Ну это, скажем так, крайне маловероятный сценарий, но тем не менее здесь все-таки нельзя говорить о том, что Украина только западным оружием. Ну, бог с ним, действительно западное оружие это то, что позволило Украине выстоять, в какие-то моменты переходить в наступление. Безусловно, тут какая-то любая недооценка западного оружия невозможна. Значит, то, что на Западе есть разные, я все-таки не стал бы говорить о Западе как о некотором единстве, потому что на Западе есть разные точки зрения в отношении этой войны. Кто-то по-прежнему говорит о том, что надо, так сказать, сворачиваться и вести какие-то, вести, пытаться вести с Путиным переговоры. Кто-то стоит на том, что надо делать все для того, чтобы Путин проиграл в этой войне. Но в данном случае это все не имеет никакого значения. Понимаете, вот все это не имеет ни малейшего значения по одной единственной причине. Путин эту войну не прекратил. Ну, понимаете, война это все-таки две стороны. В этом это столкновение двух воль. Двух воль. Ну, нескольких там есть разные воли с разных сторон, но главным образом это две воли. Есть очень простая и ясная ситуация. Есть Путин, цель которого просто вас всех убить. Вот вас, Александр, Зеленского, всех остальных людей, живущих в Украине. Он пытается это сделать. Что-то у него получается, что-то не очень. Но он все время это пытается сделать. И с самого начала его план деноцификации означает, что должны быть убиты все украинцы. Ну, смотрите, если бы был план убить тех украинцев, были бы ковровые бомбардировки, правильно? Ну, слушайте, Александр, давайте так договоримся. Если у вас и нет желания меня слушать, давайте тогда вы будете говорить один. Нет, подождите. Стойте. Подождите. У нас же как бы дискуссия или монолог. Понятно, дискуссия – это когда по очереди люди говорят, а не тогда, когда они перебивают на полуфразе. Согласитесь. Просто если мы начнем говорить хором, то это, знаете, я в свое время, меня приглашали одно время на российские телеканалы, до тех пор, пока я не стал врагом народа в России. И вот там так принято. Я, в принципе, готов к такому стилю, но только тогда, когда я нахожусь на вражеском телеканале. А здесь я нахожусь на телеканале все-таки украинском, и я привык к другому стилю общения. Поэтому, если вы мне позволите договорить, я договорю. Нет, смотрите, хорошо. Тогда я попрошу, давайте так тогда, ну, чтобы было корректно, да, чтобы там… Вы говорите, что всех хочет убить. Два с половиной года всех убивает. Вот этими ударами, где потери, совокупные потери военных больше, чем гражданских. А было бы наоборот, если бы было так, как вы говорите? Во-первых, мы не знаем. Во-первых, вы говорите неправду. Мы не знаем количество потерь. Количество потерь является, так сказать, информационным оружием. И количество потерь неизвестно. Это оценки. Это оценки. Это первое. Второе. Значит, основные удары приходятся по гражданским объектам. И каждый день погибают мирные граждане. Значит, эффективность путинских ударов зависит не только от его желания. Опять-таки, я еще раз повторяю, что, что называется, на войне две воли. У Путина есть твердое желание уничтожить всех украинцев. И это желание неоднократно демонстрирует и сам Путин. И если вы, я не знаю, смотрите ли вы российский телевизор, государственное телевидение, подчеркиваю, не какое-то частное мнение, а государственное телевидение. Слышали ли вы когда-нибудь заявление с человека, который по политическому своему рангу является вторым человеком в России, а именно заместитель главы Совета безопасности России, господин Медведев, который каждый день требует уничтожить всех украинцев. Просто открытым текстом. Значит, заявления, требования уничтожить всех украинцев, вне зависимости от пола, возраста, политических ориентаций, звучат каждый день в государственном российском телевидении. Значит, то, что у Путина пока не получается убить всех украинцев, это не его вина. Это его недоработки, безусловно, это результат большой коррупции в России, это результат ПВО. Прежде всего, с помощью западных ресурсов. То есть, ну, украинцы защищаются, поэтому не получается убить. Поэтому, я думаю, что цель именно такая. И дело даже не только в этом. Дело в том, что, понимаете, можно, конечно, следовать российской пропаганде и говорить о том, что, значит, Путин, что российские оккупанты воюют очень гуманно. Что очень гуманно они воюют, они не убивают всех украинцев. Но это российская пропаганда, пусть она занимается своими делами. Что же касается ситуации, то главное другое. Главное то, что Путин войну не хочет прекращать. И не будет он ее прекращать. Понимаете, главное это. Главное то, что у Путина нет в планах каким-то образом отцепиться от Украины. Его понимание, вот его понимание устройства мира заключается в том, что Украина это часть России. Это законная часть России. И она должна быть либо частью России, либо марионеточным государством. Ну, это же очевидно. И против этого трудно возражать. И поэтому исход войны с точки зрения Путина может быть только таким. Украина должна либо исчезнуть. Я не готов углубляться в вопрос, действительно ли Путин хочет убить всех украинцев. Путин хочет уничтожить всех тех людей, которые считают себя украинцами. То есть, в его понимании, вот его идея денацификации заключается в том, что украинец может остаться в живых только в том случае, если он признает себя таким неправильным русским, малоросом. Ну, вот это основная идея. То есть, украинцы это недоразумение историческое, которое по ошибке создан Ленин. Ну, все же вы знаете. Вы все это прекрасно знаете и слышали. То есть, это историческое недоразумение, которое надо устранить. И целью всего этого является именно устранение этого исторического недоразумения. Поэтому, значит, Путин не прекратит войну до тех пор, пока либо он не добьется этих целей, либо он физически не сможет продолжать войну в силу того, что он умрет, или в силу того, что у него исчезнут ресурсы для продолжения войны. Но он войну не прекратит. Основная моя мысль была только в этом. А все остальное – это нюансы. Понимаете? Все остальное – это нюансы. Поэтому, с моей точки зрения, все разговоры о каком-то, так сказать, мире, о каком-то перемирии – это все, как мне кажется, такие политические декларации, которые в политике возможны. И далеко не всегда, если политик что-то говорит, то это значит, что он на самом деле убежден в этом. Но зачастую это такая своего рода политическая необходимость. В том числе, ну вот когда я только что сказал о том, что цифры потерь являются инструментом в идеологической войне, вот в этом обравлении, на самом деле, большой войны, то это тоже в том числе проявление вот такого вот… Понимаете, политика – это не всегда… В политике далеко не всегда говорят правду. Поэтому вот эти вот политические заявления о том, что мы там хотим добиться мира сейчас за три месяца – это скорее, так сказать, такие декларации, чем реальные намерения. Я не думаю, что кто-нибудь в военном или политическом руководстве Украины считает, что война может закончиться за три месяца. Более того, я убежден, что они знают, что этого не произойдет. Ну, знаете, тут тоже такой момент. Вопрос же и главный посыл был в том, что заставить Путина искать мир. Вот как бы, да, то есть членство в НАТО, в ЕС, и Путин раз такой начал искать мир. И его как бы к этому принудили. Причем принудили, ну там у нас подоляк выступает, говорит, жестко нужно принудить Россию, там, приехать на саммит мира, в общем, и так далее. То есть все крутится и пляжет вокруг принуждения Российской Федерации. И тут, наверное, главный посыл, да, вопрос. А что может принудить Путина? Вы очень категоричны, говорите, что ничего. Ну так а на что тогда рассчитаны эти заявления? Или тоже пропаганда, но уже как бы такая, с другой стороны? Во-первых, ничего похожего я не говорил. Вы говорите, что Путин не остановится? Еще раз. Только если умрет и не будет боеприпасов? Нет. Значит, ну опять-таки, ну ничего похожего я не говорил. Первое. Путин прекратит войну в следующих случаях. Ну, общий случай, если он не сможет продолжать войну. Он не сможет продолжать войну. Первое, если он умрет. Второе, если у него не будет ресурсов. И третье, если он потерпит сокрушительное поражение. То есть просто разгром российской армии. Ну и дальнейшее, если что-то начнет происходить в России, что не позволит ему, так сказать, продолжать войну. Ну, что-то похожее на мятеж Пригожина, только с другими участниками и успешно. То есть, ну, условно говоря, какая-то версия военного переворота и, соответственно, там дальнейший возможный распад России или смена режима, так сказать, в результате чего придет какой-то новый упырь, но который, божественно, не захочет продолжать войну, потому что всем сегодня понятно, что для России это плохо. То есть разные варианты. Понимаете, разные варианты. Еще раз. Сейчас Путин в нынешнем состоянии, вот если все так, как оно есть, он, конечно, войну не прекратит. То есть, конечно, война может быть прекращена, но при вот этих условиях, о которых я только что сказал. То есть, Зеленский будет требовать Путина или убить, или разгромить его армию, или, ну, скажем так, уничтожить все военные... Ну, это совсем другой набор требований, чем вступление в ЕС, в НАТО, о чем пишет западная пресса. Значит, смотрите, ну, давайте еще раз точки на дыр. С моей точки зрения, вступление в ЕС – это, в принципе, возможная вещь. Здесь ничего катастрофического для Путина не произойдет, потому что ЕС – это не военный блок, и на самом деле ЕС, не ЕС, какая разница. Путин будет продолжать войну, даже если Украину примут в Европейский Союз. И ничего судьбоносного для Путина здесь не произойдет. Вступление в НАТО – ну, я знаю нескольких украинских журналистов, очень уважаемых, которые считают, что это возможно. С моей точки зрения, это утопия. Принять в НАТО воюющую страну, ну, скажем так, мне не очень интересно обсуждать этот вариант, потому что я не считаю, что это вообще возможно. Вот какие-то фантастические проекты, ну, можно, конечно, обсудить, если у вас есть большое желание, у меня большого желания нет. Я считаю, что это фантастика, ну, по многим причинам даже не хочется перечислять. Просто это фантастика. Ну, я буду очень рад ошибиться, буду очень рад ошибиться. Я не считаю, что я всегда делаю точные прогнозы, но мне кажется, что это маловероятно. Помимо всего прочего, даже если у кого-то есть желание принять Украину в состоянии воюющей страны в НАТО, я знаю таких политиков в Европе, но я думаю, что все-таки НАТО – это организация, которая принимает все решения консенсусом, и консенсуса здесь точно не будет. Просто точно не будет. Я думаю, что большинство стран НАТО не захотят принять воюющую страну при пятом пункте соглашения НАТО. То есть это исключено. Ну, а все остальное вполне возможно. Возможно, что Украина при наличии оружия действительно обладает потенциалом победы. Это возможно. Украина может вести войну на территории противника. Украина может уничтожать военные объекты на территории России. Все это возможно. И, так сказать, разница, гигантская разница в экономическом военном потенциале России, она компенсируется многими обстоятельствами. Во-первых, превосходством западной техники. Во-вторых, огромной разницей в мотивации. Потому что, в общем-то, в России мало кто на самом деле понимает, за что они ведут войну, за что они идут умирать. За большие деньги – да. Но это совершенно другая мотивация. Поэтому здесь нет ничего невозможного в том, чтобы был реализован план победы Украины. Невозможность заключается только в одном – отсутствии политической воли на Западе. Здесь все так. Действительно, вот эта война будет продолжаться, видимо, долго, потому что отсутствие политической воли на Западе прекратить эту войну путем победы Украины, поражения России – здесь очень много причин. Здесь и, так сказать, страхи. То есть, вот ядерный шантаж Путина, он по-прежнему действует, безусловно, он действует. Хотя, в общем-то, это совершенно бессмысленное занятие – вестись на этот ядерный шантаж, потому что, если ты ведешься на ядерный шантаж, ты должен отдать Путину все, просто сдаться с самого начала. Второе – это опасение, опасение, так сказать, хаоса в России в случае поражения. Огромное опасение, паника просто на Западе при словах «развал России». То есть, много, ну и некоторое, есть еще и опасение по поводу усиления Украины. Эта мотивация тоже присутствует. Но главное – это ядерный шантаж и панические реакции на всякие разговоры по поводу развала России, по поводу хаоса, который будет на всей территории Северной Евразии. Поэтому я думаю, что политическая воля на Западе, которая бы привела к тому, что Запад бы действительно создал такую антипутинскую коалицию по аналогии со Второй мировой войной, скорее всего, этого не будет. Скорее всего. Но, знаете, все-таки дорогу осилит идущий, и для того, чтобы что-то изменить, надо действовать. В этом смысле я не вижу никаких шансов, никаких других альтернатив для Украины, чтобы действовать, предлагать этот план победы и пытаться склонить общественное мнение на Западе к тому, чтобы его поддержать. Украина делает, что может и что должно. А уж будет как-то. Ну, смотрите, тут же, конечно, да, у нас весь разговор о позиции Запада, о поле политическое, не только политическое Запада, но Украина изнутри тоже как бы ломается вот этот стержень. Просто, смотрите, сравнить два, ну, две темы, да, два аспекта. Это мобилизация. В Украине Укрпочта рассылает всем, кто обновил данные повестки, которые считаются врученными, ловят на улицах, блокируют там женщины, автобусы, всех вот это. В общем, кошмар происходит. Мы смотрим на российскую сторону. Там идут пока только разговоры. Есть такой небезызвестный товарищ, который, депутат Госдумы, который там инсайдами сыплет неоднократно, Картополов, говорит, в 25-м году заработают электронные повестки. То есть пока вот этот призыв, срочников имеется в виду, призыв, по-старому происходит. И целая масса, я думаю, вам тоже попадалось, разных выкладок или там, ну, я не буду называть это аналитикой, давайте так, аналитические прогнозы, что Путину как бы точно придется объявлять мобилизацию. Скрытую, не скрытую, но какую-то большую. И тогда, собственно, ну, у нас произойдет какой-то вот перелом. Вот я имею в виду сейчас не там западные или там поддержка Путина, там Китай и другие его союзники, а вот именно исходя из народов. Тогда один народ будет превосходить другой народ по, скажем так, количеству и вот этому внутреннему желанию. Что вы скажете о мобилизации в Российской Федерации? И действительно, ну, у нас многие спикеры говорят, если Путин объявит мобилизацию, то тут будут грести, не знаю, там, как классик писал, живых и мертвых и нерожденных. То есть всех подряд. И будут опускать возраст до нельзя, потому что тогда реально, ну, как бы это преимущество у Путина. Ну, прежде всего, что касается грядущей мобилизации. Естественно, это сейчас один из самых главных вопросов, которые обсуждаются в России или в отношении России. Значит, вы знаете, во всякий раз, когда речь заходит о неком сумеречном пространстве между ушами Путина, то я стараюсь не рисковать делать прогнозы. Потому что с точки зрения здравого смысла, конечно, мобилизацию в России объявлять нецелесообразно. Потому что вот пушечное мясо, которое необходимо Путину для продолжения войны, и в частности для продолжения ползучего наступления, которое сейчас происходит в Украине, у Путина есть все возможности для того, чтобы этого избежать. Во-первых, сейчас, в настоящий момент, уже, так сказать, идет конкуренция между регионами России. Давным-давно по количеству денег, которые выплачиваются за подписание контракта, уже давно преодолена планка в 2 миллиона рублей. Там уже цифры совершенно заоблачные. То есть, короче говоря, пушечное мясо Путин сейчас, в общем-то, довольно успешно покупает за деньги. Просто покупает. Этот мотив серьезный, потому что, на самом деле, люди, которые получают 15-20 тысяч рублей, когда им дают 2 миллиона, то, в общем-то, эта сумма достаточно весомая. То есть, первый вариант – это покупка пушечного мяса за деньги. Второй вариант, который тоже успешно реализуется – это призыв. Призыв, как известно, это совершенно другая процедура. Это не мобилизация. Призывников по закону не имеют права отправлять на фронт. Но, во-первых, отправляют. А во-вторых, призывник, оказавшись в составе российской армии, через какое-то время подвергается такому давлению, что, в общем-то, 9 из 10 призывников готовы, бывает, согласиться на подписание контракта. Ну, довольно трудно молодому 18-летнему парню противостоять серьезному давлению. Ну, а в российской армии умеют ломать. Поэтому, в принципе, призыв, а это примерно 130 тысяч человек, из этого призыва какое-то количество может оказаться в составе пушечного мяса. Вот эти два источника, как минимум два источника, там, к сожалению, для Путина коронии опустили, поэтому, так сказать, из уголовников сейчас уже мало что можно выжить. Хотя продолжается, все-таки колонии выпустили, но пополняются, и какое-то количество зэков все равно отправляется на фронт. Но это небольшой ручеек. А вот два этих потока, это призывники, которые становятся мобилизованными через какое-то время, и второй вариант, это за деньги, в принципе, вполне могут, так сказать, укомплектовать вот этот вот набор этого пушечного мяса, который необходим Путину для продолжения войны. Что касается мобилизации, я еще раз говорю, я не могу предсказывать то, что происходит в голове Путина. И я не знаю о раскладе сил вокруг него, какие силы на него давят. Вполне возможно, что он согласится, но это будет достаточно пустая история, потому что мобилизация осенью 22-го года показала, 300 тысяч было мобилизовано, свыше миллиона уехало за пределы территории России. Какое количество спряталось от мобилизации внутри России, мы никогда не узнаем. Но это явно миллионы. Сейчас, да, действительно введено ноу-хау, при рассылке электронной повестки автоматически вешается сторожок на границе, и человеку не дают возможность уехать. Но, во-первых, границы российские проницаемы, и обойти можно, но это главное другое. Внутри России будут прятаться. И самое главное, это то, что это совершенно другое качество пушечного мяса. Человек, которого... Смотрите, выезд даже не было закрыто людям. Нет, одну секундочку. Сейчас ситуация изменилась. Не был закрыт выезд в 22-м году. Сейчас при получении электронной повестки сторожок вешается на границу. То есть при получении электронной повестки человек уже не имеет возможности выехать за границу. Просто, ну просто по факту. То есть персонально... Ну что такое сторожок, вы, наверное, знаете. То есть это уведомление пограничников о том, что человек не имеет права уехать. Ну точно так же, как если по нему есть какие-то налоговые взыскания и так далее, или человек находится в розыске. То есть фактически человек, который получил повестку, он не имеет возможности выехать за пределы России. А если сравнивать порядки, вот те, о которых вы говорите, с украинскими порядками запрета по цензу пола и возраста с 18 до 60 в Украине, ну все равно кажется, как бы, более цивилизованная история в Российской Федерации с персональным, так сказать, подходом. Ну, понимаете, я не готов сейчас сравнивать по цивилизованности Украины в России. Украина, которая ведет оборонительную войну, справедливую оборонительную войну, и Россия, которая является фашистским террористическим государством, мне представляется довольно сложно сейчас говорить о какой-то большей цивилизованности России по отношению к Украине. Вот. Я не готов обсуждать внутреннюю политику Украины. Украина защищается и теми ресурсами, которыми она обладает. Мы сейчас только что говорили о России. Я объяснил ситуацию в России, мне кажется, достаточно подробно. Последнее, что я хотел сказать, до того, как вы меня опять перебили, я просто хотел сказать, что качество пушечного мяса в случае тотальной мобилизации, извините за несколько такое негуманное выражение, но это именно так. Качество хуже, потому что одно дело, когда человек точно знает, что он воюет за деньги, это в случае, если он получил 2-3 миллиона при подписании контракта, а другое дело, когда человека поймали под кроватью, вытащили и направили на фронт. Здесь, как я думаю, все-таки создаются предпосылки для того, чтобы человек всеми силами попытался избежать войны. То есть, либо поучаствовать в вашей программе «Хочу жить», пытаясь каким-то образом сдаться в плен или еще что-то. То есть, насильно мобилизованы – это все-таки другое качество пушечного мяса, чем люди, которые идут сознательно за деньги. Поэтому это все аргументы в пользу того, чтобы не проводить мобилизацию. Но опять-таки, что происходит в голове Путина, я не знаю. Поэтому предсказать будет, не будет, я не могу. Игорь Александрович, что происходит в российской оппозиции? И вот прошло достаточно приличный кусок времени, и можно немножко попытаться сверху-сбоку, по прошествию времени, проанализировать произошедшее. Невзлин, которая делает заказ против других. Ну, в общем, такая достаточно странная история. И, ну, давайте скажем откровенно. То есть, а кто на кого работает? И я так понимаю, что патриотической публике, Z-патриотической публике внутри России, и эта история, ну, доставляет массу удовольствия. МБХ, ФБК перессорились между собой, и всплывают там, условно, вот эти как-то выражения, грязные подробности. Интересно ваше мнение по этому поводу. Ну, знаете, я в свое время много комментировал этот сюжет. Сейчас я стараюсь его не комментировать, потому что, с моей точки зрения, сейчас начат процесс уголовный. Он идет в нескольких странах. Он идет в Литве. Прокуратура Литва приняла заявление. И, насколько я знаю, ФБК, и Невзлина. Значит, идет уголовный процесс в Польше, где арестован предполагаемый организатор всех этих покушений. Поэтому мне кажется, что вот сейчас уже дело свое слово должны сказать следственные органы европейских стран и в конечном итоге суд. Что касается всей этой истории, то я с вами совершенно согласен, что, конечно, для Путина это огромная радость, огромное счастье, потому что, значит, вот это вот, вот эти вот все, все, что происходит, это, безусловно, катастрофическое падение, там, я не знаю, репутации, если она была какая-то у российской оппозиции, то это, конечно, катастрофическое ослабление российской оппозиции, снижение доверия ко всем, без исключения представителям российской оппозиции, это, безусловно, все очень на пользу ФСБ, Путину и так далее. Сама история, она действительно очень грязная, потому что источник, который был взят за основу вот этих вот всех обвинений, это ФСБ. В чем это не скрывается, это грязный источник, и я совершенно не понимаю, откуда такое доверие к грязному источнику ФСБ. В чем интересы ФСБ? Они каким-то образом соответствуют интересам российской оппозиции, или они соответствуют интересам Украины, или они соответствуют интересам цивилизованного мира. Нет, конечно. Интересы ФСБ очевидны. Интересы ФСБ – это уничтожение Украины, и это уничтожение всех людей, которые названы преступниками в России, названы иноагентами и врагами России. В том числе и представители ФБК, они все поголовно названы иноагентами. Если говорить о Невзлине, то он вообще, помимо того, что он осужден на пожизненное в России, как известно хорошо, Ходорковский тоже является врагом России, объявленным. Кто из них опаснее? Я думаю, что, конечно, Невзлина и Ходорковский являются, безусловно, личными врагами Путина, особенно еще и потому, что Невзлин, помимо того, что он осужден в России на пожизненное, по абсолютно облыжному, доказанному облыжному обвинению, но еще и потому, что совсем недавно прошел, сейчас вот как раз приходит в исполнение приговор европейского суда о том, что Путин, ну, Россия должна выплатить акционерам ЮКОСа 61, как раз, миллиард долларов в связи с незаконным отъятием ЮКОСа. А главным акционером ЮКОСа, а главным бенефициаром этого является как раз тот самый Невзлин. Поэтому Невзлин, конечно, является личным врагом. И то, что вот вся эта история всплыла и разворачивается сейчас, это вряд ли совпадение. Значит, все... Я лично согласен с теми людьми, которые считают, что тут есть два варианта. Либо это действительно попытка, значит, оклеветать Невзлина, и совершенно там ни одного, ни одного доказательства вины Ходорковского нет, тем не менее, сейчас постоянно говорят о том, что это вот Ходорковский все придумал. То есть, по крайней мере, в заявлении ФБК это постоянно присутствует. Там имя Ходорковского упоминается 43 раза. Хотя ни одного слова, ни одного доказательства причастности какой-то, хоть Ходорковского, к этому всему нет. Но два варианта. Либо действительно это все провокации ФСБ, которые по каким-то своим личным мотивам поддержали сотрудники ФБК. Либо, что тоже теоретически возможно, Невзлин просто сошел с ума. Потому что ни одного мотива, нет, ну это сказано было Ходорковским, это поддержал Гарри Каспаров. То есть, два варианта. Потому что представить себе, что человек, который занят, насколько мне известно, Невзлин сейчас вообще никаким образом не участвует в российской оппозиции, он давно уже сказал, абсолютно наплевать на то, что происходит в России, что происходит в российской оппозиции. Он не участвует ни в каких мероприятиях российской оппозиции. Он занимается исключительно помощью Украине, ну и, соответственно, помощью Израилю. Поэтому представить себе, что он начал уничтожать каких-то людей в российской оппозиции в Аргентине, в Вильнюсе, в Польше, ну представить себе это можно только в одном случае, если он действительно сошел с ума. Ну, знаете, мне представляется, что это крайне маловероятно. Но сейчас, в настоящий момент, я думаю, что вот все это, весь этот, так сказать, выплеск и набрасывание дерьма на вентилятор, это совершенно бессмысленное занятие, потому что дело находится сейчас в следственных органах европейских стран. И вот сейчас надо просто подождать, как будет идти следствие. То есть на сегодняшний момент полиция, прокуратура, Литвы, Польша, насчет Аргентины не знаю, думаю, что тоже, занято тем, что пытается расследовать все эти преступления. И, конечно же, все объекты нападений находятся сейчас под защитой этих силовых структур этих стран. Поэтому, в принципе, я для себя на своем канале твердо решил, что я эту ситуацию комментировать больше не буду. Я буду комментировать только информацию от следственных органов Литвы, Польши, ну и если будет что-то, то Аргентина. Такой маленький штрих, достаточно известная история, и вы тоже неоднократно наблюдали за подобными вещами. Просто интересно, может ли это быть так? Обычно есть там ряд, ну, условно, например, один пул, да, или там одна сетка, медийная я имею в виду, да, и другая сетка, ну, условно, медийная. И у одной, и у второй, собственно, все падает вниз. Я имею в виду там просмотры, популярность, влияние какие-то, и нужен скандал. Это может быть вот таким выдуманным скандалом для того, чтобы, ну, привлечь внимание публики? Ну, например, насколько я так здраво понимаю ситуацию, все равно идет борьба за умы в России. А тут вот этим скандалом немножко охладевшие россияне, ну, прильнут, условно, к гаджетам и будут следить за тем, что там происходит. Насколько вероятно вот такая мотивация? Вы знаете, здесь есть, ну, может быть, в чьих-то головах эта мотивация возникает, но то, что происходит в реальности, имеет совершенно другой расклад. Смотрите, бороться за умы россиян сейчас довольно бессмысленно. Ну, скажем так, давайте некоторые точки над «и» по персоналиям, да, потому что это же именная история. Значит, Невзлин точно не собирается бороться за умы россиян, потому что он твердо сказал, что никакого отношения к России он не имеет и иметь не хочет. И вообще его не интересует, что происходит в России, ну, вот просто на 100%. Он неоднократно об этом говорил. Что касается Ходорковского, то у Михаила Борисовича есть какие-то иллюзии насчет того, что он может каким-то образом оказать влияние на то, что происходит в России. Что касается Фонда борьбы с коррупцией, то здесь действительно серьезная проблема, потому что после начала войны, ну, имеется в виду большой войны 24 февраля 1922 года, и особенно после гибели Навального, у Фонда борьбы с коррупцией вообще исчез предмет деятельности. Предмет деятельности и исчезли вообще ресурсы. От них отказался их главный спонсор, это Зимин, который публично сказал, что он больше не хочет их финансировать. Значит, они лишились действительно харизматичного лидера, который, в общем-то, создавал, так сказать, большую популярность. Ну, здесь я не буду обсуждать, категорически не хочу обсуждать убитого Навального, но это действительно был политик номер один, во всем случае, в антипутинском лагере. И его исчезновение, его гибель, это, конечно, удар по ФБК сокрушительный. Предмета деятельности у ФБК сейчас нет, потому что их деятельность, а именно расследование коррупции, с началом войны потеряло всякий смысл, потому что все же понимают, что расследование коррупции, это сегодня направлено против Украины. То есть, в условиях войны любое расследование российской коррупции, то есть, попытка уменьшить коррупцию в России, означает, что больше снарядов, больше ракет будет лететь на голову украинцам. То есть, классический вариант, это вот этот взрыв в Тверской области, когда одна из причин, почему этот взрыв оказался столь удачным, это потому что заместитель министра обороны генерал Булгаков украл все деньги, которые были направлены на укрепление этого склада. Если бы он этого не украл, то, скорее всего, украинский дрон не смог бы добиться такого эффекта. То есть, все эти условные то ли 30, то ли 70 тысяч тонн боеприпасов, они бы обрушились на голову украинцам. То есть, понятно, что расследование коррупции в настоящий момент, это, в общем, такая сомнительная история. То есть, чем заняться? Ну, и вот занялись вот этим вот. И так совпало. Я исключаю, вот у вас прозвучала фраза, кто на кого работает. Я для себя исключаю вариант, ну, табуирую просто вариант, что сотрудники фонда борьбы с коррупцией там работают на ФСБ. Ну, я это делаю просто потому, что вообще всякие обвинения, очень популярные обвинения, что этот агент ФСБ, тот агент ФСБ, они недоказуемы, и здесь должна включаться презумпция невиновности. До тех пор, пока ты точно не знаешь, такие вещи утверждать нельзя. Но то, что в данном случае совпали, подчеркиваю, совпали интересы ФСБ, интересы фонда борьбы с коррупцией, это очевидно. Еще раз подчеркиваю, может ли оказаться все, что находится в сливе ФСБ, правдой? Теоретически этого исключить нельзя. Но единственное условие, при котором это может быть правда, это то, что Невзин сошел с ума. Опять-таки, это уже отдельный вопрос, который должен быть. Я лично в это не верю. Вот я лично, если вас почему-то интересует мое мнение, то я в это не верю. Ну, опять-таки, значит, должен все это решить суд. В Европе все-таки есть независимые суды, в Европе есть институты репутации для политиков и для правоохранительных органов. Поэтому я надеюсь, что для меня сейчас важно то, что будет говорить та информация, которая будет идти из следственных органов Литвы, Польши, ну и если будет, то Аргентин. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, напишите, что думаете вы в комментариях. Игорь Яковенко, ссылка в описании на YouTube-канал Игоря Александровича, также Telegram-канал Шелест. Это важно, потому что Telegram, так сказать, темой Telegram я хотел бы закончить наш с вами разговор. Вчера такая, ну не то что скандальная, но такая удоражащая новость приходит в Украине, что госслужащим и военным запретили использовать Telegram. Далее уточнили, что там на служебных гаджетах или там компьютерах, в общем, то есть лично ты можешь пользоваться, это всех успокоили, но вот на служебных нельзя. Что же касается самого Telegram, а то тут как бы новость, как это, из, ну я не знаю, там еще пока вроде как улицы переименовали, но не запретили, Ильфа и Петрова, да? Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Telegram начал отвечать на запросы других стран в рамках расследования киберпреступлений. Ле Фигара пишет, со ссылкой на свои источники, что Дуров, да, и компания Telegram начали давать разным странам информацию на запросы, ну и, соответственно, сотрудничать с органами, с ведомствами. Так, одна из стран Евросоюза, какая не уточняется, получила информацию о некой группе, с помощью которой было заказано около сотни убийств. Ну и некоторые дела из стран, не состоящих в европейском сообществе, в том числе Южной Кореи, находятся в процессе регистрации, ну и изучают, ну изучают, где дипфейки, в общем, как бы, Дуров пошел на сделку. Вот можно так как-то это все, ну, как-то это все озаглавить. Что вы думаете по поводу дальнейшей судьбы Дурова и Telegram? Ну и получается, зря запрещают Telegram. Раз все так хорошо и с европейскими властями мессенджер начал сотрудничать. Вы знаете, вот эта вся история с Telegram, Дуров, Франция, это Россия, это все часть глобальной битвы, вот этих глобальных цифровых платформ и национальных государств. Сейчас только что одновременно разворачивается битва между TikTok, который принадлежит китайской фирме, платформа, и Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки. То есть речь идет о либо запрете TikTok в Китае, либо, так сказать, ну, как бы TikTok должен быть продан американскому владельцу. Ну, по крайней мере, такая битва идет. Эта битва будет долго, очевидно, быстро все не решится. Одновременно в Бразилии идет схватка между социальной сетью X Илона Маска и, так сказать, соответствующими органами Бразилии. В России мы знаем, что идет тоже очень странная возня, странная битва между YouTube и правительством России. Ну, это отдельно. Каждый из этих сюжетов... На самом деле, все это... Это как бы результат неотвеченного вызова цивилизации на очередной, ну, там, пятой или шестой в истории человечества, начиная с создания письменности, возникновение принципиально новой медийной картины мира. Человечество действительно не ответило на этот вызов, вызов вот этих вот гигантских цифровых платформ, которые по воздействию превышают все ресурсы государства. Они находятся в разных руках, в частных, в иностранных и так далее. А теперь конкретно по ситуации. Я думаю, что с телеграммом. Я думаю, что Дуров для себя принял решение, и он, так сказать, ну, что называется, ну, так в кавычках можно поставить, можно без кавычек, решил все-таки перейти на сторону добра. То есть его долгие попытки каким-то образом усидеть на нескольких стульях и пытаться каким-то образом сотрудничать с российским правительством, он, видимо, подходит к концу. Ну, судя по всему. Да, для Дурова в России 36 миллионов пользователей телеграмма, и это, конечно, была бы для него большая потеря. Видимо, он будет пытаться все-таки это как-то сохранить. Но в Европе меньше. В Европе телеграмм не столь популярен. Но, тем не менее, все-таки физическое пребывание в Европе и отказ от того, чтобы, так сказать, окончательно переселиться только в Эмираты и не иметь возможность где-то присутствовать, для Дурова нежелательный вариант. Поэтому он будет сейчас идти на сотрудничество. Постепенно, дозировано. Эта история будет длинной, быстрого конца в нее не будет. На сегодняшний момент принятие решения об отказе... Я еще раз подчеркиваю. На сегодняшний момент в Украине 12 миллионов, ну, насколько мне известно, 12 миллионов пользователей телеграмма. И я не думаю, что этот запрет, о котором вы только что сказали, будет приведет к тому, что телеграмма уйдет из Украины. Этого не произойдет. Ну, никто же не запрещает вам иметь телеграмм-аккаунт в телеграмме, страницу, вернее, в телеграмме. Ну, пока нет, да. Так этого и не будет. Я уверен, что... Ну, всяко может быть. Может быть, всяко, но я думаю, что... Еще раз, мы же сейчас высказываем свое мнение. Я думаю, что этого не будет. Насколько мне известно, есть телеграмм-канал у Зеленского, есть телеграмм-канал практически у всех основных игроков и государственных деятелей. И я не думаю, что политическое и военное руководство Украины пойдет на то, чтобы запретить телеграмм в Украине. Вы знаете, я даже рискну сказать, что я уверен, что этого не будет. Просто это не нужно. А то, что, так сказать, как бы государственным чиновникам именно для государственного обмена информацией это запрещается, ну, это какая-то мера предосторожности, в конце концов. Это примерно из серии того, что запрещается вводить построение в воинских частях. То есть это военная безопасность. Я все-таки не стал бы поднимать на какую-то большую высоту вот это решение. Телеграмм, я думаю, что будет... Это удобная форма коммуникации. Она не заменяется, так сказать, другими способами коммуникации. Совершенно не заменяется. Там есть свои преимущества. Поэтому я думаю, что телеграмм останется в Украине. Ну, а решение, так сказать, обезопасить себя, ну, наверное, это... Может быть, это чрезмерная страховка. Но, в основном случае, я не вижу в этом никакой опасности для свободы слова и для свободы коммуникации. Игорь Яковенко был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Удачи вам. Берегите, пожалуйста, себя. Да, друзья, все берегите себя. Всем добра и света. Увидимся в следующий раз. До скорого.